Добрый вечер! Продолжаем сегодня изучать неустойчивость в звездных системах. И сегодня будем обсуждать неустойчивость для плоскости, в отличие от простой неустойчивости для линейного уравнения. Сегодня рассмотрим угловые неустойчивости. В звездных системах. Бестолкновительное уравнение Больцмана записывается справа, производная функции плотности распределения вероятности слева справа 0. А для гометоновых систем это мы будем записывать через скобку полосона, производная функции F по времени, это частная производная по времени, и скобка полосона с гометонианом равно 0. Ну, как обычно, скобка полосона F, H. Вообще она может определяться, такая симметрическая операция, с точностью до знака порядок в зависимости от того, как ее определить. Но мы будем определить так, что на первом месте функция F и частная производная по координате умножить на dH по dP импульс минус dF по dP Значит, мы будем рассматривать проблему устойчивости в окрестности Невозмущенного состояния F, представим, как и в предыдущем случае F0 плюс F1, H, возмущенный гометониан, H0, плюс возмущенный потенциал, а у нас он обозначается минус Пси. Тогда линейлизованное уравнение в окрестности Невозмущенной системы будет иметь вид для F1, dF1 по dT плюс скобка полосона F1 с H0 и минус скобка полосона F0 Пси равно нулю. Вот это мы будем считать нашим исходным уравнением для дальнейшего изучения. Ну вот немножко напомню, как мы рассматривали нашу систему. Значит, сначала мы рассматривали плоские орбиты и перешли от полярных координат и импульсов в гамильтоновой системе к переменным действиям угол. Значит, обобщенные координаты это мы будем записывать как если это две координаты как вектор, жирная буква Фи это Фи Р и Фи Фи импульс это переменные действия сопряженные угловым переменным и со значком R и со значком Фи Невозмущенный гамильтонян зависит только от переменных действий Х0 от ИР И И И О это уже без так это я никогда написала буквы и уравнение и с точкой равно нулю, а Фи с точкой равняется Омега от И0 и у нас возникали резонансные соотношения Невозмущенные в номинателе вот это выражение могло быть равным нулю М жирная это набор целых чисел L M пара целых чисел и еще мы обозначали Омега П минус Омега деленное на Н но сейчас в процессе еще раз это повторить придется вот а дальше мы осредняли в окрестности резонанса по быстрой фазе перешли к переменным быстрым и медленным от вот этих наших переменных действия угол значит мы перешли к переменным Фи С Фи Фи значит медленные слоу быстрые фаст и сопряженные импульсы ИС ИФ для которых мы записывали Фи С это Фи Фи минус Омега П Фи П 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 И мы искали каноническое преобразование такое, чтобы это было константой это угол направления на перецентр омега thus обозначали омега минус lk разделить на m и мы говорили омега в вывели в начале прошлой лекции, в первой части прошлой лекции, что есть такая величина зета d омега s по dc на невозмущенных и f. Если это больше нуля, то это критерий Линден Белла, который позволяет сделать такой вывод, что у нас было уравнение типа уравнения математического маятника минус зета синус фи. И если зета больше нуля, то мы получаем колебания. Значит, что существует ситуация, когда возможно накопление перицентров, то есть вот эти линии апсид, они близки для разных частиц, для разных орбит. И можно наблюдать вот так то, что называется бары, увеличение плотности. И вот это мы применили к одномерному случаю. Рассмотрели критерий неустойчивости, простой неустойчивости джинса, используя вот этот подход. Теперь у нас будет рассматривать существенно плоский случай и и, значит, существует для невозмущенной задачи три главных резонанса. Это коорбитальный резонанс, когда периоды движения направления на перицентр и вращение динакулы, коорбитальный резонанс или коротация и внутренний и внешний резонанс и линвлада. Продолжение следует... Причина возникновения этих резонансов в том, что вот у нас, если мы рассмотрим невозмущенное движение, функция плотности F0, равновесное решение, уравнение для плотности, должно зависеть от параметров от энергии и от кинетического момента. И вот если мы рассмотрим такие звезды вот с такими параметрами, что у них будут периоды... Ну вот период изменения R от T и период FI от T, ну вот скажем, внутри синус омега, период Тау 1, 2 обозначим, минус MFI 1, 2. Вот резонанс, когда это равно нулю, коорбитальный резонанс, когда вот это выражение равно нулю, а для резонансов линвлада это плюс-минус I. Это значит, что при каждом цикле невозмущенного движения, вот рассматриваемые звезды будут чувствовать одну и ту же фазу гравитационного поля и вот отсюда возможность применения этой теории. Так, значит, у нас невозмущенный гамильтониан зависит только от переменных действий IF и S. А возмущение мы разложим в кратный ряд Фурье. Сумма по M, жирная, это значит M и L. Дальше PSI, M от переменных действий и времени функции. И дальше E в степени I, M, FI. Значит, жирные буквы, то есть две компоненты. F1 представим в виде также сумма по M, F, M. Без индекса уже просто F1, это вот такое разложение от И, T, E в степени I, M, FI плюс I, Омега, T. Тогда для вот этого уравнения нашего исходного, используя разложение, мы получим... Используя вот это представление, мы получим... И, Омега, F, M плюс I, M, Омега, F, M. Вот жирные буквы здесь, плюс I, M, D, F0, D, I, C, M равно 0. Омега, вот то, что здесь, это D, H0, P, D, I в соответствующей компоненте. Ну и также, как с одномерным случаем, мы предположим, что вот эта величина E в степени I, Омега, T, отвечающая за временную зависимость функции F1, такова, что в Омега есть мнимая, есть малоотрицательная мнимая часть, то есть и Омега меньше нуля, есть и это мало. Значит, по аналогии с одномерным случаем, где у нас было соотношение I, Омега плюс I, K, V, F с волной, равняется минус I, K, D, F0, P, D, V, C с волной. И мы получили возможность медленного роста неустойчивости. Здесь у нас тоже будет... Такое выражение I, Омега, I, M, Омега, S минус Омега, P, F, M. И вот это соотношение мы обозначим 1. И далее нам потребуется уравнение полосона для того, чтобы найти соотношение между F, M и P, M. В отличие от первого... от одномерного случая, теперь Psi M... от I... Это компонента разложения в ряд Фурье по угловым переменным, по двум. И это равно 1 разделить на 4P квадрат интеграл в Си нашей возмущающей функции. Е в степени E в степени I, M жирная и жирная буква, и 2P. Так, отметим эту звездочку. Собственно, возмущающая функция интеграл в интеграле. Значит, Пси — это гамма, гравитационная постоянная, интеграл, пространственная плотность ρ от R' сейчас я это проясню, что мы принимаем за такую перемену. R минус R' R' D2 R' И это равно... Дальше расписываем. Гамма, гамма, интеграл, пространственная плотность от фазовой плотности вычисляется. И штрих и штрих и штрих разделить на то же самое, что R минус R' И по пазовым переменным интеграл D2 и штрих, D2 и штрих и это преобразуем как гамма, интеграл двойной сумма по М жирный штрих F М жирный штрих от И Т экспонента и М штрих жирный штрих и штрих тот же знаменатель R минус R' D2 и штрих D2 и штрих и вот это мы обозначим Пси равное вот этому наружению 2 звездочки А дальше подставив вот это вот соотношение 2 звездочки в одну звездочку получим Пси М от ФМ 1 это у нас будет так давайте я вот сюда это выпишу это будет соотношение 2 соотношение 1 Пси М от И жирная Т равняется 2Пи квадрат гамма сумма по М штрих интеграл Ф М штрих везде жирная буква М от И жирная штрих Т Т А М М штрих от И И штрих Д2 И штрих и здесь через А М М штрих обозначили вот такое выражение 1 на 8 Пи в четвертой коэффициент перед интегралами двойной интеграл в знаменателе Р минус Р штрих А в числителе экспонента И М жирная штрих Фи жирная штрих минус то же самое без штрихов М Фи Д2 Фи Д2 Фи штрих Вот то что обозначалось Р штрих это функция от И штрих Фи штрих в базовом пространстве Ну соответственно Р это функция от того же самого только без штрихов то что вот здесь стоит под знаком интеграла можем выписать по-другому расписать и упростить так значит нам как бы хотелось проинтегрировать вот это вот выражение заметим заметим что М жирная штрих Фи жирная штрих минус М жирная Фи жирная значит это жирная буква М это пара М и Л значит расписываем так это М штрих дельта Фи С минус М минус М штрих Фи минус да а собственно Фи это тоже пара Фи со значком Фи и со значком Р ну а Фи это то же самое что Фи Ф то есть быстрая фаза быстрая переменная по которой мы осредняли и вот это скалярное произведение расписывается и дальше значит минус Л штрих Фи Р штрих плюс Л Фи Р так это одно утверждение и еще одно Д Д Фи штрих Фи Д Фи Фи это Д дельта Фи С Д Фи Фи Ну вот используя эти два соотношения соотношения для А М М штрих и еще изменим порядок интегрирования проинтегрируем проинтегрируем сначала по по фи со значком фи при фиксированном дельта так ну вот я это использовала у вас запись есть поэтому все стираем международным дельта фу на что интегрируем по фи со веночком фи рефиксированным дельта Фи С. Смотрите, у нас R минус R' зависит только от дельта Фи. То есть только от дельта Фи со значком Фи. И тогда интегрирование по Фи со значком Фи, это интегрирование дает 0 для всех М' кроме тех, которые равны М. И тогда мы получим, что АМ М' это дельта функции М М', а дальше тройной интеграл ДФи Ф, ДФи Ф' разделить на R минус R' экспонента и М дельта Фи С, Д, дельта Фи С. Так, плохо сейчас. А это есть МТ компонента, разложение в ряд Фурье функции 1 на 4 Пи квадрат, интеграл двойной, ДФи Ф, ДФи Штрих Ф на знаменатель R минус R штрих. А это есть вот это вот ничто иное, как взаимная гравитационная потенциальная энергия двух орбитальных потоков с единичными массами. И при этом одна орбита определяется, М, Л, И, Фи С. Другая орбита определяется М' параметрами Л' и Штрих Фи С' при этом у нас М равно М штрих. А Фи С штрих это Фи С плюс дельта Фи С. Что такое дельта Фи С? Это угол между линиями опсид двух орбит. Так, ну вот у нас были выписаны соотношения уравнения 1-2. И казалось, можно было бы подставить 1-2 и пытаться получить какой-то результат, но на самом деле очень громоздкие коэффициенты А, М, М штрих не дадут возможности получить что-то более-менее разумное. Тем не менее, в линейной теории все коэффициенты Фурии эволюционируют независимо. И давайте выбросим М из рассмотрения и обсудим, что такое у нас, что получится, если А зависит только от Л' и Штрих. Кроме того, зависимость для почти круговых, вот эта зависимость от дельты Фи С, для почти круговых орбит, пропадает в случае круговых орбит, а для эллиптических она зависит от эллиптичности. И примем приближение в качестве приближения для коэффициентов А, Л, Л' от И, И' Считаем, что коэффициенты представляются как А, Л от И умножить на А, Л' от И'. А тогда из соотношения 2 вот этого, значит, вот мы принимаем вот такой способ описания, и тогда получим что Пси М от И равняется А, Л от И, значит, жирные буквы М и М. Умножить на 2Пи квадрат гамма, W с индексом М, жирные. Где вот это W, M, это есть сумма по L' Интеграл Ф, М, жирные, L' от И' И штрих, А, Л, штрих, от И жирного, штрих, Д2, И штрих. Так, значит, вот такое выражение для W и еще из 1. Вот я теперь перепишу, что... Отсюда мы получим зависимость F, M. Мы просто запишу, что такое F, M, жирное, это минус D, F0, по D, C. При константе и F. Так, значит, этот знаменатель. Омега S минус омега P, и это умножается на psi M. Значит, C это у нас и S, да, а быстрое переменное и F. Итак, значит, что мы сейчас имеем? У нас есть вот эта вот желтая формула для psi M от И. И вот давайте подставим сюда выражение W, M. и вот это вот F, M. Отставим все вот сюда. Тогда получим, что W, M, равняется D, обозначение сходное с тем, что было для линейного рассмотрения. D, W, M, где через W обозначено... О, и через G обозначено следующее выражение. Сумма по L, интеграл минус D, F0, по D, C. А, L от И в квадрате, D2 и 2П квадрат гамма. И в знаменателе омега S минус омега P. Ну и такая же точно логика для невырожденного решения. Для невырожденности необходимо, чтобы D было равно 1. вот слева стоит W, M, справа тоже W, M, но умноженное на вот этот... Если D единица, то это невырожденное решение. А иначе только омега 0 там и там должно быть. W, то есть, прошу прощения. Чтобы было невырожденное решение для невырожденных W, M, вот, когда здесь не все нули, вот это вот, W, M, вот оно. Можно, чтобы D было равно 1. А мы, когда начали только обсуждение, мы... Еще раз напомню, что такое омега P. Это минус омега. Это то, что в экспоненте отвечает за временную зависимость экспонента омега T. Значит, мы обозначили вот через омега P минус омега деленное на M. И договорились, что у нас есть комплексная составляющая для омега меньше нуля. И это малая величина. То есть, входящее выражение D, величина омега P, имеет действительную и мнимую части, чтобы мы могли обсуждать дальше нарастающую неустойчивость. Ну, давайте обозначим эти части. Омега P состоит из действительной... Ну, вот буква R, реальное, реальное, действительное число. Плюс I омега P I. Так, еще раз напомню, что у нас I. Это I S, которая равна C, и I F. Ну, и тогда по такой же схеме, как мы обсуждали в одномерном случае на прошлой лекции, что D равно единице, и как вычислить вдоль оси Х интеграловском, значит, с помощью вычетов. Значит, нужно, чтобы комплексная составляющая, главная часть равна единице, как вычет был равен нулю. Здесь та же самая логика. D представляется как D1 плюс D2, где D1 сумма по L Омега S минус Омега P минус DF0 по DC А квадрат, разделить на Омега S минус Омега P 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 квадрат, ДС, ДС это ИС, Д и Ф, и умножить 2П квадрат гамма, и это нужно, чтобы было равно единице. D2 сумма по L интеграл минус DF0 по DС А квадрат, Знаменатель такой же Омега S минус Омега P в квадрате плюс Омега P и квадрате D, C, D, E, F равно нулю. Значит, вот так как логика такая же, которая подробно разбиралась на предыдущей лекции, нужно вот это вот сформулируем как задача, такое упражнение. Ну вот прокомментировать, как это все получается. И еще для дисперсии то же самое, пояснить, значит, вот два вопроса в связи с этими выкладками. Значит, первый это вот это, и второй, сейчас появится, когда дисперсия, комментировать, откуда эти выражения возникают. Значит, вот такое упражнение. Ну вот, дальше мы хотим все-таки получить возможность появления из неустойчивости областей повышенной плотности, то есть попытка объяснить, как возникают бары. И основной резонансный вклад для существования таких областей вносит коорбитальный резонанс и внутренний резонанс Ленблада. Значит, коротации соответствует L, равный нулю параметрам. А внутренний резонанс Ленблада, это для L, равного единице, имеет место. Тогда можно найти, что минус DF0 по DC при ИФ, фиксированной, больше нуля, при L, равный нулю. То есть, когда ИФ равно ИР. Но это выражение отрицательно при L, равном единице. Значит, когда L, равный единице, у нас ИФ равно ИР. ИР плюс 1, 2, С. А тогда получаем, что для D2 вот эти два резонанса, которые отвечают за неустойчивость, дают противоположные вклады. Вот здесь. Вклады, значит, противоположные знаки. Так, ну и мы можем нарисовать линии уровня для невозмущенной функции распределения. Значит, еще раз, функция F0, невозмущенная функция распределения, зависит от энергии. А энергия Гамильтаниан зависит от переменных действий. То есть, мы можем изобразить линии уровня F0 на плоскости С и Р. и имеем вот такое расположение. А тогда вот эти условия дают нам направление для гоорбитального резонанса производное больше нуля, для внутреннего резонанса Ленблада меньше нуля. И если мы теперь посмотрим на выражение D1, первый интеграл, то здесь есть вот этот сомножитель. А мы обсуждаем знаки вот этих производных. И если у нас Омега S будет меньше, чем Омега P, то в числителе знаки меняются на противоположные. Значит, отрицательная производная комбинация дает нам положительное выражение и здесь, наоборот, отрицательное. Но для гоорбитального резонанса, вот когда у нас Л равно нулю, будут и звезды с Омега S больше, чем Омега P. И они будут давать дальше положительный вклад. Значит, это больше нуля. И утверждается, что существуют и вот такие примеры. То есть у нас будет положительный вклад в дальнейшем. Ну и тогда существует вероятность, что у нас есть положительные растущие моды вот в этом выражении, которые являются следствием резонансов двух типов. А теперь опишем маргинальную неустойчивость таким же способом, как и таким способом, чтобы сравнить с тем, что получил джинс с джинсовской неустойчивостью. То есть с критерием неустойчивости джинса, который содержит плотность, длину волны. И вот теперь определим то, что вот здесь было как элемент задачи. Определим дисперсию для угловой скорости перед центром. Здесь еще раз. Наша цель. Вот эта неустойчивость позволяет получать накопление вот в окрестности в одной окрестности множество перед центром, которые объясняют появление баров. Значит, определим. дисперсию угловой скорости перед центром. Таким образом, сигма омега минус второй это интеграл а квадрат d омега d омега по dc умножить минус df0 по dc 1 на омега s минус омега dc, d и f разделить двойной интеграл а квадрат d омега s dc f0 dc d и f То есть элемент упражнения задачи обосновать такое определение дисперсии. То есть разброса угловых скоростей при наличии резонанса в окрестности резонанса. Так, теперь вспомним, что масса определяется 4π интеграл от f0 по пространству фазовому d c d и импульсов dc, d и f так, ну теперь уже вот эти d1, d2 мы наверное не очень можем стереть. Ну, по крайней мере давайте, нет, на них еще мы давайте посмотрим вот с какой точки зрения. Размерность а в квадрате это длина минус первой степени. Размерность d омега s по dc это длина минус второй. то есть размерности а квадрат это единица один разделить на длину а здесь один разделить на длину в квадрате и это можно понять из выражений из подинтегральных выражений частота что такое c это кинетический момент это частота и тогда разумно определить среднюю плотность ну, что такое вообще плотность это масса на объем то есть масса умножить на вот это произведение дает размерность плотности ну, так ее и определим значит вот сюда добавим под знак интеграла а квадрат d омега s по dc вот эти две величины ставим вот сюда и тогда значит обозначение средняя плотность с дром так я бы здесь квадрат допустила 4p квадрат двойной интеграл а квадрат d омега s по dc f0 dc d и f а тогда условия значит условия маргинальной неустойчивости что d1 должно быть равно единице примет вид сигма омега в квадрате равняется гамма разделить на 2 и умножить на среднюю плотность так ну вот можно посмотреть на эти выражения все значит у нас есть определение дисперсии есть вот этот интеграл и мы говорим что такой критерий сигма омега в квадрате должно быть равно гамму пополам на среднюю плотность то есть это критерий для устойчивости и что будет тогда определять неустойчивую систему как вы думаете неравенство какое в какую сторону что больше как что разброс должен быть вы считаете что дисперсия должна быть разброс должен быть больше или меньше но при этом надо вспомнить что у нас было для линейной неустойчивости я вот здесь напишу и задача была сравнить критерий с неустойчивой джинсовской неустойчивостью и мы получили для одномерного случая вот такое неравенство 2п гамма ру 0 деленное на модуль к сигма в квадрате мы рассматривали максвеловское распределение по скоростям дисперсия сигма в квадрате и должно было быть вот такое неравенство и была задача сравнить вот это вот неравенство с критерием джинсовской неустойчивости со скоростью звука среде и плотностью ну то есть прямая аналогия в чем будет значит здесь v была скорость значит x v это x точка теперь мы можем записать ну вот разделим на сигма квадрат чтобы такая конструкция гамма рома два сигма омега в квадрате должно быть больше нуля о больше единицы ну то есть здесь должен быть знак меньше если маленькая дисперсия то система будет неустойчивой итак еще раз значит у нас было выведено вот это условие линейной неустойчивости ро плотность здесь у нас средняя плотность дисперсия в знаменателе должна быть достаточно мала то есть разброс по линейным скоростям был должен был быть небольшой еще раз мы тогда сформулировали что для джинсовской неустойчивости система неустойчива если дисперсия линейной скорости мала вот вот здесь была дисперсия линейной скорости а здесь то же самое только дисперсия угловой скорости дисперсия угловой скорости перед центром должна быть мала но правильно разброс будет небольшой и будет аккумуляция в окрестности линии апсид вот в чем качественный результат ну и формально то же самое в одномерном случае у нас линейная скорость плоская углова ну и это все точно так же соотносится с критерием джинс так ну еще вопросы если какие-нибудь есть тогда в следующий раз мы будем немножко другим заниматься с критерием джинс